Буквально вручную собирают будущий фельдшерско-акушерский пункт в поселке Клюквенный. За ходом работ наблюдают представители муниципальных советов депутатов. Так, выездное совещание в поселении Огудневское провели члены фракции «Единая Россия» и общественной организации «Молодая гвардия». Первым пунктом поездки стала площадка, где скоро появится крайне необходимый в сельской местности ФАП. Не так давно территория бывшего военного городка Клюквенный со всей его небогатой инфраструктурой была передана муниципалитету от Министерства обороны. Жители этого поселка, они практически оказались отрезанными от услуг здравоохранения. Поэтому было принято решение и вот именно эта территория вошла в программу по строительству ФАП. В будущем фельдшерско-акушерском пункте предусмотрены как кабинеты для приема пациентов, так и все необходимое для проживания медперсонала. Кухня, санузел, несколько жилых комнат. Сейчас на площадке готовится фундамент под здание. Параллельно идет сборка металлического каркаса. Завершить работы компании-подрядчику необходимо до конца этого года. Рабочих у них сейчас достаточно. Вчера добавили еще двоих человек. И вот они обязуются. Ну как вот руководитель проекта говорит, что к 20 декабря они этот объект сдадут. Ну мы возьмем на контроль. Контролировать будут и депутаты района, и депутаты сельского поселения Огудникска. После здравоохранения продовольственная корзина. В рамках проекта «Народный контроль» депутаты проверили, как реализуется в Огудневском акция губернатора Московской области. Пятипроцентная скидка для пенсионеров предоставляется в нескольких сетевых магазинах с 9 до часу дня. Единороссы и представители молодой гвардии побывали в универсамах «Магнит» и «Дикси», где пообщались с персоналом и покупателями. В принципе, вы как бы пользуетесь этим, да? Когда бывает до часу, то да. Скидка предоставляется на все товары, за исключением алкогольной и табачной продукции. Магазин «Дикси» единственный, где акция продлена до 14.00. Такой возможностью часто пользуются и некоторые местные депутаты. И представители районного совета держат ход акции на контроле. «Часто жена ходит, получаем скидки регулярные. Тем более, скидка у нас действует с 10 до 2 часов дня. Нормально, доступно и удобно». «Даже если товар идет со скидкой, еще 5% пенсионного, человек пенсионного возраста, всегда она как бы делается, эта скидка пробивается. Поэтому я считаю, что «Дикси» магазин хороший и выполняет свои функционалы». Социальная карта и пенсионное удостоверение. Скидка должна предоставляться по-любому из этих документов. К сожалению, данное правило соблюдается не везде. «Единственный момент, который хотелось бы учесть, если магнит осуществляет скидку и по предъявлению пенсионного удостоверения, и по предъявлению социальной карты, то магазин «Дикси» только в предъявлении социальной карты. Мне кажется, это неверно. Пенсионное удостоверение тоже может являться документом, который позволяет осуществить скидку». В магните, как мы уже заметили, висят большие плакаты с информацией, в которой указано, какие документы нужно предоставлять для получения скидки пенсионерам. Это социальная карта, это пенсионное удостоверение. Последним пунктом выездного совещания стал детский сад «Золотой петушок». В учреждении существенная проблема – не подведена горячая вода. Конечно, мерзнуть малыши не заставляют. Вот уже более девяти лет в саду стоят электрические бойлеры. «Здесь горячая вода действительно подается только путем нагревания в электрических бойлерах. Что, во-первых, конечно, расход колоссальный идет по коммунальным услугам. И плюс еще это не очень стабильно, поскольку бойлеры постоянно выходят из строя, нужно их менять и так далее. Поэтому вопрос будем ставить перед исполнительной властью, чтобы подвести здесь горячую воду в стационарную. Сейчас садик посещают 47 ребят, однако вскоре их число может возрасти. Рядом расположены участки, выделенные многодетным семьям. Так, глава района надеется, что для новых жильцов сельского поселения Огудневское будут созданы все комфортные условия. Ну а подобные выездные совещания по основным социальным объектам депутаты планируют сделать постоянными. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова